Обнаружилось, что балки, которые у нас металлические идут, это у нас рельсы. То есть рельсы были заложены в 1888 году, когда дом был построен. То есть получается, можно сказать, это одни из первых рельс Вологды. Да, это настоящие железнодорожные рельсы. Где их взяли строители, сейчас неизвестно. Первая железная дорога появилась в нашем городе в 70-х годах 19 века. Возможно, это рельсы, оставшиеся после прокладки путей. В любом случае, инженерное решение интересное. Конструкция в целом получилась прочная, хотя часть кирпичей все же пришлось заменить. Кстати, при работах раствор используют такой же, как и полтора века назад, на основе известили цемента. И здесь, и на самой крыше. Эти столбики воссоздавали по фотографиям. То есть уже примерно лет 40 они отсутствовали, в связи с тем, что крышу переделывали с железа и сделали обычную скатную кровлю. Столбики декоративные. Ими украсили крышу при строительстве кирпичного дома. Тогда и владела семья купца Быкова. Лишь в 1893 году здание переходит в собственность семьи Извозчиковых. И вместо чайной лавки, которая располагалась в кирпичном здании, новые хозяева открывают мелочную лавку. По архивным документам там торговали продуктами и товарами первой необходимости. На деле, рассказывают реставраторам потомки купца Извозчикова, был совсем другой товар. Они говорят, что там продавали скобяные изделия, то есть скобяная лавка была. В 17-м году у нас купцов раскулачивали. Их не раскулачивали, они остались жить в этом же доме, то есть также дальше и жили. И если не ошибаюсь, где-то примерно в 70-м году им дали в другом месте квартиру, они переехали. Сейчас они к нам приходят в гости, нас поддерживают полностью, рады, что их именной дом восстанавливается. Рассказали и семейную легенду. Где-то на территории дома вдова купца зарыла китайский сервиз. Но реставраторы этого клада не обнаружили. Загадок в доме еще немало. Например, зачем разрушили часть кирпичной постройки. У нас предположение, что это пол конца 19 века. При строительстве вот этого кирпичного дома в конце 19 века, значит, дом был больше. Вот часть стены видно, что и часть фундамента. Его в 1915 году разрушили, пол остался, пол засыпали. При раскопках этот пол обнаружили. Вообще переделок в основном в советское время здесь было много. Закладывали окна, переносили двери, даже стены фасада разные. Вот это была отштукатурина, ей вернули прежний вид. Восстановили даже бетонные наличники. А это была кирпичной. Ее тоже оставят в первоначальном виде. Идут работы и на деревянном срубе. Это строение тоже часть памятника архитектуры. Дом почти собран. Сейчас реставраторы возводят крышу. Это у нас накаты. Они у нас сохранились в довольно хорошем состоянии. Используется это на чердачном перекрытии. То есть мы сейчас их будем повторно использовать. Это потолок, да. То есть получается, накаты между собой в пазы входят между собой. Щели промазываются из вискового раствора. А зачем это давать? Ну как, тепло. Сейчас у нас современно как пеной. Раньше пены не было. Делаем все по старинным технологиям. Технологии действительно старинные. Ведь у владельца дома обязательство перед городскими властями восстановить объект исторической застройки города. Герман Якимов, хозяин фамильного гнезда Извозчиковых, реставрирует уже второе здание с историей. Первым стал дом с лилиями. Но в планах еще не один проект. Я думаю, что за этим все-таки будущее наше. Чтобы когда еще было лучше, красивее, интереснее. В Волге еще есть сохранившиеся дома. Но это еще буквально 10-15 лет и все у нас. Если не сможешь сохранить, то просто исчезнет. После реставрации в обновленных зданиях будет располагаться магазин, кафе и музей. В экспозицию войдут архивные документы семьи Извозчиковых, предметы, найденные при реставрации и другие интересные экспонаты. Алена Закатаева, Михаил Прещев, Волок ДРФ